Здравствуйте! Приветствую вас на канале образование и саморазвитие. Сегодня я поведаю вам о 40-м поминальном дне, его истории, традициях и правилах. Приятного просмотра! Самая важная поминальная трапеза проводится на 40-й день поминок. Считается, что на 40-й день душа окончательно покидает землю и отлетает в потусторонний мир к Богу, ожидать дня Божьего Суда. И в этот день ей назначается по ее заслугам при жизни и силе молитв за нее после. До 40-го дня поминок усопший именуется новоприставленным, а в сами поминки 40-го дня дополнительно заказывают в церкви сорокауст или панихиду. Раньше имена умерших записывали в годовое поминовение. Синодик. По народному поверью, именно на 40-й день поминок на целые сутки душа возвращается в родной дом и уходит только после того, как ее проводят. Поэтому считалось, что если проводина не устроить, то его душа будет мучиться. Иногда к такому приходу души также тщательно готовились, стелили с вечера постель белой простыней, накрывали одеялом. К такой постели никто не должен был прикасаться, так как она была постелена именно для умершего. Также часто в углу дома после похорон вешали полотенце и оставляли его висеть так 40 дней, так как по поверьям душа умершего продолжает 40 дней ходить по знакомым ему местам. А когда пролетает через дом, каждый раз обтирает полотенцем свое лицо. Происхождение этого ритуала вероятнее всего связано с тем, что полотенце у славян считалось символом пути, указателем дороги домой. Также имело значение, приходилась ли поминальная трапеза на постный день, так как если это происходило, то меню самой трапезы менялось соответственно требованиям поста. А если поминки приходились на будний день Великого Поста, то они переносились на ближайшие к ним выходные дни. Это называлось встречное поминовение. Делалось это потому, что в выходные дни совершаются большие божественные литургии и панихиды. А поминальные дни, которые приходились на первую неделю после Пасхи и на понедельник второй пасхальной недели, переносились на специальный день поминок – Радоницу. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Что нужно говорить на 40 дней? Часто за столом вспоминались заодно и все умершие предки и родственники. А сам недавно умерший представлялся как воплотившийся и находившийся вместе со всеми за общим столом. Часто хозяева даже кланились и обращались к свободному месту для покойника со словами «Кушай-ка, родименький». Теоретически, эта традиция пошла от апостолов, которые после вознесения Иисуса все равно продолжали ставить его долю хлеба и вина. Место, где обычно сидел покойный при жизни, никто не занимал. Вместо этого спинку стула украшали траурной лентой или веткой ели, а вместо еды ставили пустую тарелку с перекрещенной на ней ножом и вилкой. Если на сороковой день приходил священник, он садился во главе стола, а место покойного находилось справа от него. Часто также оставляли рюмку водки и кусочек черного хлеба, но это отголосок языческих обрядов. Иногда эту рюмку с водкой оставляли до сорокового дня смерти, а когда водка убывала, то говорили, что покойный ее пьет. Также иногда оставляли водку с закуской и на самой могиле. Современной церковью считается, что на православном столе гораздо лучше заменять рюмку водки рюмкой со святой водой. Эта традиция показывает, что умерший человек все еще находится рядом с нами. Поэтому, особенно если усопший не пил алкоголь и не ел черного хлеба, совершать данный ритуал в таком виде просто странно и даже не совсем адекватно. Лучше выбрать что-то из того, что любил человек при жизни. Сидели на поминальном ужине обычно довольно долго, особенно на сороковой день поминок. Даже существовала такая примета, что тот, кто уйдет первым с поминок, скоро умрет. Но думаю, эта традиция появилась, чтобы подольше растянуть поминки и лишний раз помянуть усопшего. После поминальной трапезы родственникам надо было сходить в баню и помыться до захода солнца. Это также было частью процедуры очищения. Если еда с поминального стола оставалась, то на ночь ее со столовыми приборами накрывали тканью, а посуду в этот день не мыли. Ночью не плакали, чтобы не призвать умершего с кладбища. По этой же причине во всем доме на ночь плотно закрывались окна и двери. Это было частью ритуала, чтобы покойный не вернулся домой и дал родственникам поспать после тяжелого дня и печального события. Существует так называемая тайная или потаенная милостыня. Суть ее в том, что родственники 40 дней время от времени раскладывали по крыльцам и окнам бедных соседей в милостыню и подаяние немного денег, хлеба, блинов, яиц, коробки спичек, платки, куски ткани или одежду. В теории такая тайная милостыня обязывала соседей молиться за усопшего, а те, кто забирал эту милостыню, принимали на себя часть грехов. Иногда гостям поминок раздавали деревянные ложки, и когда впоследствии люди ели этими ложками, они невольно вспоминали о человеке, в честь которого проводились поминки. С той же целью на похоронах родным раздавались платки, которые они должны были хранить в память об усопшем, вспоминая его добрым словом. После поминок близкие родственники погибшего старались соблюдать траур, так называемое тужение. Обычно траур длился до 40 дней, в некоторых случаях полгода и даже год. В траур старались не проявлять сильных горестных эмоций, а больше думать о смысле жизни. Также считалось, что лучше не стричься и не следить за траурной одеждой, что могло расцениваться как неуважение усопшего. Иногда на траур останавливались все часы в доме и занавешивались зеркала. Женщины должны были носить платок. Мужчины же носили траур только по важным датам и во время погребения, а в остальное время ходили в обычной одежде. Также считалось за правило не устанавливать постоянный памятник на могиле раньше, чем через год со дня смерти. На этом проведение поминок, приуроченных к смерти, заканчивалось, и дальше проводились в основном традиционные поминки на общие родительские дни и приравниваемые к ним церковные праздники. Посмертные поминки на 40-й день не так сильно отличались от поминок в другой день. Однако их старались организовать более тщательно, так как они были самыми главными. Но в поминках остальных дней соблюдались примерно те же традиции и правила. Славяне издревле проводили поминки предков своего рода примерно по тем же датам, из которых самым главным для поминания считались Масленица и Радоница. Более детально традиции поминок древних славян мы обсудим в следующих видео. Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить их и нажми на колокольчик. Хорошего настроения. До скорого. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok